всем привет уважаемые дамы и господа с вами канал пиво делаю сам и я его ведущий равен арматурович бетонский сегодня у нас 27 ноября 2023 года время московская ребята 21 час 30 минут и мы начинаем сегодня у нас пиво домашнее хлебное на московском раннем хмели ребятки сегодня мы будем использовать вот такой вот хмель из магазина домашний винокур если честно что-то мне стало жалко свой дикий выращенный хмель потому что его осталось не так много все предыдущие варианты пиво были именно на диком хмели но в этот раз мы сделаем на таком хмели кстати вот здесь у нас альфа от четырех до четырех с половиной ребят но он немного конечно староват года два он у меня валяется но с ним что-то надо делать и вот я решил сегодня именно его использовать напомню что пиво мы сегодня будем делать немножко не по обычному рецепту пиво сорок первый номер ребятки у нас а все дело ребята вот в этом маленьком мешочки дело в том то что сегодня мы будем добавлять в нашу воду в которой будет значит наш затирочный материал в виде сухарей 30 грамм ребята поваренной соли вот решил я попробовать изменить ph воды напомню то что варим пиво мы из подручных средств виде кастрюли виде френч-пресса и используем значит вместо солода хлеб точнее сухарики и так давайте пробежимся быстро по рецепту и будем приступать как и обычно у нас используется вода в объеме 6 литров френч-пресс мы будем набирать 600 миллилитров воды хмель мы будем сегодня использовать количество 15 грамм будем запаривать его френч-прессе сухарики как и обычно 450 грамм сахар у нас будет использоваться 450 грамм и вот значит соль соль в количестве одной столовой ложки поваренная соль 30 грамм ребят хочу посмотреть как изменится ph воды и повлияет ли это на вкус изначально я думал использовать три столовых ложки это 100 грамм примерно получается поваренной соли но ребятки что-то я по-русски сказать забздел потому что мне если честно будет очень жалко если не запустится дрожжи в таком и вот среде скажем ну что давайте приступать кто еще до сих пор не подписались на канал ребятки пиво делаю сам подписывайтесь кто еще до сих пор не поставили лайки ставьте пишите ваши комментарии ну а мы приступаем для начала мы ставим кастрюлю и наливаем туда воду кастрюлю мы поставили воду налили ребятки и газ включили включаем также чайничек так ребятки что мы теперь делаем открываем крышкой время у нас московская 2135 напомню пиво номер 41 что мы делаем дальше ребят сейчас нам надо будет взвесить хмель для этого нам потребуется вот такие вот весы вот такая вот чашка и значит соответственно сейчас будем включать вес если они с такой батарейкой включится посмотрим я там был сейчас ребятки и так батарейку мы помяли заработали у нас весы теперь мы взвешиваем 15 грамм хмеля напомню то что хмель у нас ребят московские ранние шишки альфа а 4 до 4 с половиной цена 120 рублей два года назад из магазина домашний винокур взвешиваем 15 грамм друзья ну вот взвесили 15 грамм потом значит стало вдруг 16 но хочу сказать никакими шишками здесь не пахнет я не знаю почему так производитель обманывает потребителя уже видите 17 грамм но было 15 видите написано шишки на самом деле шишками тут не пахнет все вы видели значит дикий хмель я вам показывал здесь какая-то порнография виде какой-то соломы вот так вот нашего брата дурит вот это может быть еще на шишку похоже но ребят это наверное можно отнести не знаю наверно к третьему сорту но видите что-то мне надо делать с этим хмелем и что-то мы сделаем точнее 15 грамм а запарим вот в этом френч прессе сейчас мы туда хмель переложим подписывайтесь кто еще не подписались вставлять какая солома даже я себе такое не позволю говно положить друзья хмель френч прессе 15 грамм посмотрите насколько всякого говна я достал из этого хмеля да но касаемо алопулин он содержится вот он вот это вот пыльца это и есть вот этот алопулин который очень важен хмели но теперь вы понимаете да что такое хмели продукты вот это вот хмели продукты которые перемалывают и добавляют в пиво и пишут потом на этикетках хмели продукты вот это и есть хмели продукты ребят сейчас чайник закипит и мы будем заваривать наш уметь все замечательно чайник наш засвистел можно выключать теперь мне очень удобно одной рукой справляться можно вот так вот папа видите открылся и по вот эту синенькую метку льем вот так вот запаривается ребятушек сейчас поставим паршенек ребят ну вот этот вот хмель для который в кавычках шишки да его можно отнести к разряду аптечного хмеля ну посмотрим принципе видите он сразу хорошо запаривается какая красота пошла все и пусть так стоит я если честно давно этим хмелем не пользовался но посмотрим для сравнения очень быстро запарился и кстати будет опять же идти потери ниже вот этой меточки уйдет потом уровень все запарили ребятки сейчас заверну в полотенцем и до утра следующего дня время у нас видите на московская 21 час 44 минуты но мы ждем пока у нас закипит вода чтобы сухари запарить а я пока уже с вашего позволения ребят сухарики переложу в затирочный мешочек подписывайтесь кто еще не подписались за это поставьте лайкоса друзья 450 грамм сухарей видите да вот 450 1 грамм откуда появился из-за влажности может быть сейчас на этот мешочек завяжем время московская уже у нас без 7 минут 22 часа кстати обратите внимание как у нас упал уровень видите сколько испарилась уже ровно по метку кстати так завязываем мешочек наш друзья мешочек мы завязали хмель завернули полотенцем чтобы подольше запаренном состоянии находилась жидкость френч прессе время у нас московской без 4 минут 23 часа ждем ребятки когда закипит наша кастрюля чтобы туда загрузить все остальное то есть 30 грамм соли и 450 грамм наших сухариков ждем друзья ровно 22 часа вода у нас закипела как будем соль накидывать 30 грамм соли видите да все у нас кипит все замечательно сейчас беру закидывать соль первым делом все соль мы закинули ведь и сразу как изменилось значит журчание кипящей воды но и закидываем теперь 450 грамм сухарей в добрый путь напомню пиво номер 41 у вас все прекрасно сейчас надо чтобы все это как следует ребятки первый раз я добавляю соль чтобы изменить ph воды посмотрим что из этого получится напомню что изначально у меня была задумка 3 столовых ложки на объем 6 литров воды но как я подумал что не дай бог если дрожжи не запустится это придется мне все это выливать поэтому мне моих трудов очень жалко ребят решил уменьшить три раза меньше соли положить 30 граммах 3 столовые ложки ребят это ровно 100 грамм все оставляем нашу кастрюльку сейчас на 15 минут чтобы все это проварилась и чтобы в будущее сусло все питательные свойства хлеба хлеба перешли тем самым у нас получится начальная плотность когда мы еще добавим сахар прелесть просто прелесть видите уже какой цвет интересный получается все ребятки подписывайтесь кто еще не подписался пишите ваши комментарии ставьте лайкос и ну а мы ребятки сделаем поменьше газ примерно так и ждем ребятки ровно 15 минут есть где-то нам в 20 минут надо будет выключить все ждем ребятки вот так все это кипятится вместе с солью друзья ну вот и прошло 15 минут готовим пиво номер 41 напомню сегодня у нас первый этап сегодня у нас еще пока 27 ноября 2023 года значит варим хлебное сусло из сухарей напомню в этот раз я добавил соль в количестве 30 грамм на емкость 6 литров здесь у нас 450 сухарей грамм ну пожалуй уже теперь уже это не сухари а вот такая вот хлебная субстанция которая нам значит даст нужную ароматику будущего пива все ребятки 15 минут прошло теперь можно накрывать крышкой выключать газ и оставлять оставлять до утра следующего дня но а мне придется здесь немного конечно поработать обратите внимание как я загадил плиту ребят это все из-за того что содержится соль надо сейчас убирать кастрюлю и все здесь как следует протирать потому что это недопустимо видите да реально все засору все выключаем накрываем полотенцем до утра следующего дня ну а я сейчас быстренько все это дело протру подписывайтесь кто еще не подписались сейчас когда косметику навести обязательно друзья ну вот так накрыли кастрюльку значит здесь я все почистил что все четенько все и до утра следующего дня кастрюльку оставляем напомню здесь у нас french press здесь запарено 15 грамм хмеля московского раннего да и вот кому интересно ребятки видите ровно час я сегодня провозился с нашим пивом номер 41 подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии ну а я с вами прощаюсь до щелчка и утром мы продолжим друзья утро следующего дня сегодня у нас наконец-таки 28 ноября 2023 года и мы продолжаем приготовление нашего домашнего пива на хлебных сухариках и с московским ранним хмелем ребятки время у нас сейчас 10 часов утра у человека самое ценное ребятки это здоровье и естественно его время на данный момент я ценю свое свободное время и ваше будильник дурацкий здесь именно для того чтобы у вас было понимание сколько тратится времени для приготовления домашнего пива домашнего пива который рецепт которого я вот для себя счел самым подходящим потому что приготовление пива скажем с какими-то специальными компонентами со специальным оборудованием ребят но у меня просто жалко своего времени я не собираюсь стоять у плиты да мне никто и не позволит в домашних условиях так долго делать пиво напомню то что на натуральном солоде если там его проращивать молотит а и так далее и тому подобное покупать мини пивоварню мини цкатэ и тому подобное это очень большие затраты также это энерго затрат на физические и во временном промежутке времени это отнимает в среднем ребята в среднем от 6 до 12 часов вы можете себе такое представить у меня просто нету желания столько тратить времени поэтому будем исходить из моего рецепта ребятка видите я уже с вами проговорил минуту давайте я расскажу для тех кто не в курсе что мы сейчас будем делать ребят значит сухари мы запарили а точнее мы их варили в специальном затирочном мешочке это делалось специально чтобы нам потом ничего не фильтровать здесь у нас в емкость 6 литров воды профильтрованный значит здесь сухарики у нас сейчас я вам все покажу а здесь ребятки у нас запарен хмель московский ранний 15 грамм обратите внимание то что я хмель запариваю френч прессе это делается для того чтобы он не терял свои ароматические свойства чтобы ничего не просто так не прокипятилась и не выветрилась ребят помните я вам говорил про метку кстати заварился неплохо в отличие от дикого хмеля который я сам выращиваю видите темный достаточно но московский ранний хмель он уже давно у меня валяется ребят он валяется наверное года два то есть он уже поистрепался вот меточка обратите внимание видите какие потери уровень был выше этой метки вот хмель у нас запарился так ребята какие дальше манипуляции будут у нас давайте быстренько пробегусь по рецепту кому интересно основная вода 6 литров плюс 600 миллилитров для запаривания хмеля дальше сухарики круглый хлеб 450 грамм чистый вес сухариков 450 грамм у нас будет сахарный песок вот он вот здесь 450 грамм дальше хмель московский ранний 15 грамм дрожжи с 33 4 грамма здесь у нас водка это для гидрозатвора заглушка для кранчика чтобы он потом не подтекал чашка где мы будем запускать дрожжики и 3 ложки сахара видите да ну и все пожалуй вот сам гидрозатвор он же водка затвор ну что ребята приступаем подписывайтесь кто до сих пор еще не подписались пишите ребятки ваши комментарии мы приступаем что мы сейчас делаем сейчас мы сыпем наш сахар 450 грамм в бродильную емкость так сказать мини цк и заливаем хмелем потом мы это все перемешиваем итак ребятки приступаем итак уважаемые господа сахар у нас в бродильной емкости напомню здесь 450 грамм вливаем наш запаренный хмель и винчиваем крышку затягиваем и перемешиваем итак друзья перемешали обратите внимание какая интересная пена у нас получилась но надо еще перемешивать потому что такое количество сахара не так быстро можно растворить в таком маленьком объеме запаренного хмеля время московское 10 часов 10 минут ребят что мы делаем дальше дальше мы вытаскиваем мешочек тем что вчера было сухариками приступаем но перед тем как вытащить этот мешочек вот он утопленный я вам хотел показать какой цвет у нашего будущего пива вот видите да напомню то что вчера рецепт был немного изменен добавил я чтобы поменять пиашь воды одну столовую ложку соли поваренной взвесив это 30 грамм соли ребятки ни разу не добавлял вот решил сделать вначале хотел сделать 3 столовые ложки но потом что-то забздел что мало ли дрожжи не заведутся ну посмотрим что будет сейчас я еще попробую на вкус что там друзья ну вот такие вот потери по жидкости вот обратите внимание то что вот до нижнего кольца у нас была жидкость сейчас мы этот мешок вынули вот так он выглядит попробовал на вкус да соленовато слегка соленовато это очень хорошо что я соль положил меньше ну посмотрим в сочетании с хмелем и сахаром как этот вкус поменяется для меня важно самое главное чтобы запустились дрожжи если дрожжи не запустится тогда это будет конечно достаточно весело ребят поставил чайник чайник поставил запарю еще повторному разу остатки хмеля неплохой получается так сказать лечебный напиток пить пару глотков перед сном для сна по крайней мере я получаю нужный эффект так ребятки ну что мы делаем дальше дальше мы соединяем наше хлебное сусло значит с сахаром и хмелем друзья перелили значит хлебное сусло в бродильную емкость все теперь у нас уже будущее пиво вот по уровню у нас как обычно до меточки сейчас мы все это как следует перемешаем взболтаем тем самым насытим будущее пиво кислородом чтобы дрожжиком было удобнее забродить вот посмотрите какая взвесь осталась видите вот такая вот взвесь ну ничего видите фильтровать не надо сразу мешок выдернули и вперед время у нас московское 10 часов 16 минут ну что давайте болтать нашу канистру напомню сегодня мы готовим последнее в этом сезоне пиво номер 41 друзья ну вот мы как следует взболтали наше будущее пиво время у нас московское 10 часов 20 минут что мы делаем дальше ребят ну во первых мы возьмем немножко пивного сусла можно так уже называть это для того чтобы с помощью рефрактометра узнать начальную плотность начальную плотность мы узнаем сюда запишем мне также очень любопытно попробовать на вкус насколько там заметно это соль набираем в чашку здесь у нас 3 чайные ложки сахара и вносим наши дрожжики 4 грамма дрожжи пивные с 33 для того чтобы запустить процесс сбраживания вначале в чашке а потом уже в бродильную емкость вылили ну так приступаем подписывайтесь кто до сих пор еще не подписались пишите ваши комментарии обязательно поставьте ровенчику лайкосик за его так сказать труды приступаем итак друзья померил я начальную плотность с помощью рефрактометра она составила 11 и 1 процента значит так же растворили мы 3 ложки сахара дополнительно в чашке и сейчас будем вносить дрожжики соответственно все это как следует перемешивать ребят ну вот значит изначальный рецепт хорошо что я все таки соли поменьше положил одну столовую ложку 30 грамм на вкус я попробовал нейтральный вкус получился и не соленая и не сладкая посмотрим как эту амброзию примут наши дрожжики ребят так значит что мы делаем все растворили ложку убрали дрожжи засыпаем все соответственно можно не перемешивать ребят но я перемешиваю мне так сказать так привычней все равно процесс сбраживания должен запуститься в любом случае время у нас московское 10 часов 26 минут ребят ну подождем я думаю минут сколько 13 до до без 20 11 то есть подождем до восьмерочки тогда вот эта стрелочка будет на восьмерочке и посмотрим что будет происходить а я пока как следует все это дело перемешаю подписывайтесь кто еще не подписались напомню сегодня мы продолжаем приготавливать пиво номер 41 друзья но вот только сейчас полностью размешал я дрожжи полностью чтобы они растворились на это опять же ушло времени какой-то процент да не какой-то ребята значит видите да сколько сейчас 31 минута как я уже говорил без 20 11 мы посмотрим на результат заведутся у нас дрожжики ребят но я надеюсь то что заведутся дрожжики как они будут потом в нашей мини цкаты себя вести мы все это узнаем подписывайтесь кто еще не подписались видите ребят это вот зарождение новой жизни с центра с центра чашки так сказать будет биться надеюсь будет биться сердце нашего будущего пива номер 41 друзья ну вот у нас без 20 минут 11 утра что у нас с дрожжами происходит в чашке жизнь зарождается видите да это прекрасно ребят ну подождем еще 10 минут за это время которое у нас заводится дрожжи я уже помыл кастрюлю видите да кастрюля блестит сейчас пойду значит вот эти сухарики которые в миске выкину и вымою мешочек и потом мы уже перельем наши дрожжики в основную бродильную емкость и так ребятки ждем еще 10 минут друзья прошло еще 5 минут значит дрожжики у нас по-прежнему становится все лучше и лучше в чашке ну а для тех кому интересно могу показать как выглядит вчерашние сухарики сегодня ребят вот как выглядят вчерашние сухарики вот такая вот у нас субстанция вот здесь вот клейковина которая может дать муть в будущем пиве но так как я использую затирочный мешочек он мне помогает избегать той ненужной возни которая так сказать используется в качестве в качестве фильтрации сухарей видите да здесь сразу их выдернули из кастрюльки и все можно выкинуть жалко конечно у меня нету поросенка или теленка этот деликатес можно было бы отдать какой-нибудь скотине но придется отдать это мусоропроводу ребятки ну а там есть определенные жильцы которые тоже будут такому гостиницу рады это я думаю мыши или крысы все пошел выбрасывать друзья ну вот и без десяти одиннадцать дрожжи у нас очень хорошо разбродились это замечательно ребят потому что я волновался то что они так сказать могут себя повести по-другому потому что все таки соль содержится у нас ребят ну все заливаем наши дрожжики в бродильную мини цк т трясем и будем ждать когда будет процесс забраживания происходить значит в этой мини бродильной емкости сейчас зальем кружечку взболтаем и поставим водкозатвор подписывайтесь кто еще не подписались вот так у нас выглядит будущее пиво значит оно немножко отстоялось вот так у нас выглядит дрожжики видите сейчас мы вольем их в наш цк т прекрасно все у нас без осадочка все туда влита и сейчас как следует ребята растряхнем и я вам покажу как будет выглядеть поверхность бродильной емкости когда уже дрожжики будут там растворены друзья вот так встряхнули запенился наш хмель хмелек и сейчас будем устанавливать гидрозатвор он же водкозатвор друзья гидрозатвор установлен и вместо воды у нас там водка талка она нам сослужит службу ребят ну вот и все значит бродильная емкость с нашим пивом номер 41 подготовлена сегодняшняя дата 28 ноября 2023 года начальная плотность нашего пива 11-1 процентном соотношении все очень замечательно теперь мы будем ждать когда у нас запустится процесс сбраживания на нашем мини ЦКТ все замечательно и прекрасно еще потому что мне сегодня никуда особо бежать не надо я этот процесс когда запустится сбраживание ЦКТ отслежу время у нас без четырех минут одиннадцать ребят ну вот видите сегодня час вчера час и еще на разлив примерно у нас уйдет час бутылкам когда будем пиво разливать вот сколько уходит времени для приготовления домашнего пила по вот такому рецепту который ребят я вам показываю о котором я вам рассказываю все ставим нашу мини ЦКТ в укромный уголок батарею я там уже открыл чтобы все это побыстрее разбродилось подписывайтесь кто еще не подписались друзья ну вот дотилочный мешочек я промыл он здесь сохнет батарею я открыл температура здесь комнате ребят в комнате температура аж целых двадцать шесть градусов вот кому интересно да сколько температура двадцать шесть градусов это в принципе для элей нормальная температура чтобы они начинали бродить при такой температуре но потом можно уменьшить время московское одиннадцать часов ровно ребят ну как я и говорил значит вчера час и сегодня час вот наш гидрозатвор можно сказать это сердце нашего будущего пива ждем когда оно начнет биться ребят напомню что я сегодня целый день дома и соответственно вы узнаете когда же начнется процесс брожения в нашей мини цкат и ребят ну вот такие вот эксперименты у Равена Арматуровича главная цель уйти от покупного пива все-таки свое домашнее это есть свое по крайней мере ты знаешь что ты кладешь какие составляющие то что тут нет химии то что здесь все натуральное пиво живое пиво не фильтрованное не осветленное процесс сбраживания происходит в бутылках все натуральное живое и вкусное и теперь вы еще знаете то что хмель Равен Арматурович выращивает у себя на огороде это вообще замечательно мне не надо тратиться и покупать там не пойми какой хлам гоняться за какими-то мифическими хмелями а все натуральное ребята это прекрасно подписывайтесь кто еще не подписались ну а мы будем ждать когда у нас будет биться сердце нашего мини цикаты напомню готовим последнее пиво в этом году 2023 в этом сезоне ребятки пиво номер 41 в которое добавлено 30 грамм поваренной соли ребят что из этого получится как это отразится на вкусе все это вы узнаете в момент дегустации пива ждем когда будет биться сердце мини цикаты ну ребят посмотрим посмотрим никогда я еще поваренную соль не добавлял ну вот решил все-таки изменить и аж воды все ребятки ждем подписывайтесь кто не подписан и так уважаемые дамы и господа прошло два часа время сейчас час дня температура здесь в комнате у меня двадцать семь градусов ребятки но батарею я перекрыл оба крана давайте посмотрим что у нас вообще тут происходит два часа прошло ребят видите процесс брожения запустился это очень меня радует напомню то что в этот раз внес я небольшое изменение чтобы изменить пиаш воды добавил столовую ложку поваренной соли в граммах это 30 грамм ребята на 6 литров воды вот ну и соответственно процесс брожения у нас запустился это очень меня радует ребят смотрите все замечательно пока еще медленно но самое главное что дрожжи работают ну на этом ребятки все первая часть приготовление пива сорок один у нас заканчивается теперь будет у нас часть номер два розлив пива по бутылкам ребята это уже на карбонизацию подписывайтесь кто еще не подписались ставьте лайки Равену Арматуревичу за его труды пишите ваши комментарии задавайте вопросы всем всего самого хорошего ребят всем вкусного пива пока 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 пока